Добрый день, уважаемые коллеги! Как обычно, может быть, это неправильное слово «обычно», но, к сожалению, очень часто многие компании, когда начинают выстраивать защиту от чего бы то ни было, там от Malware, сейчас неважно, говорим ли мы о Malware использующей, зародей, либо нет, используется достаточно старая, на тот момент действенная, но сегодня, к сожалению, не очень, парадигма, когда мы активно защищаем периметр с помощью firewall, там Next Generation firewall, возможно, оснащенных дополнительными какими-то модулями IPS, email security, proxy и так далее, и на endpoint ставим антивирусы, и вроде как нас это спасает, к сожалению, спасает только от некого старья, которая как бы появляется и, в общем-то, серьезные угрозы уже не несет, но когда там оно попадает к нам, да, неприятно им заразиться. Вот наша задача сегодня попробовать поговорить о том, как бороться с более сложными вещами, которых, понятно, что гораздо меньше, чем того старья, которое можно детектировать с помощью антивирусов или с помощью каких-то Next Generation вещей, поговорим о вещах, которые более сложные. Начнем с определений, что такое вообще Zero Day. На эту тему, конечно же, существует немалое количество споров, с какого момента или по какой момент считается атака или уязвимость Zero Day, там, до момента, когда она стала известна вендору, либо до того момента, когда она стала известна, выложена была в паблик и стала известна широкая аудитория. Здесь самое главное, что в любом случае о Zero Day мы еще не знаем. Мы, как потребители, как заказчики, как пользователи тех или иных систем, в том числе и средства обеспечения информационной безопасности или тех или иных там бизнес-приложений, в которые могут быть найдены те или иные уязвимости. И понятно, что злоумышленники достаточно активны, и не только злоумышленники, на самом деле, пытаются находить эти Zero Day совершенно по разным причинам. То есть, если отбросить вообще там все уязвимости, поговорить только о Zero Day, то, в принципе, можно выделить три больших категории лиц, которые вовлечены в процесс. Первое, это, конечно же, государства и различные там спецслужбы, которые выискивают Zero Day для совершения каких-то своих спецопераций в киберпространстве, или готовят их на момент X, если там, не дай бог, кибервойна и так далее. Второе, это, конечно же, плохие парни, которые зарабатывают на этом, разрабатывая теле на эксплойты и теле на атаки, базируясь на информации о неизвестных еще уязвимостях. И, конечно же, собственно, различные официальные компании типа вендоров, типа проекта Google Zero Project и так далее, которые занимаются тем, что самостоятельно выискивают уязвимости в своих продуктах и стараются их устранить до того, как их найдут злоумышленники. Но, к сожалению, надо признать, что это такая борьба брони и снаряда не в пользу брони, потому что существует немалое количество бирж, которые скупают эту информацию, платят на этих биржах достаточно большие суммы. Все, наверное, слышали про то, что, например, биржа Xerodium выплачивает до 1 миллиона долларов за Zero Day на платформе EOS Apple. Вот понятно, что у других платформ, у других приложений ценник гораздо ниже, там какой-нибудь Adobe, Acrobat — это всего 30 тысяч долларов. Но эта цифра все равно достаточно большая. И если у человека, ну, я не могу сказать, что у него там сбиты какие-то моральные ориентиры, но если перед ним стоит вопрос только денег, ему проще именно продать на какую-то биржу, чем отдать компании Adobe и получить либо просто поощрение, либо ему скажут спасибо, ну, либо он получит там 500 долларов или 1000 долларов в рамках программы Bug Bounty. Поэтому этот рынок, который будет существовать всегда, и он будет только расширяться, и с ним мы ничего не поделаем. Правоохранительные органы, к сожалению, не могут с ним ничего поделать, тем более, что и сами, эти самые органы активно приобретают эти уязвимости, ну, либо заказывают их, неважно. Как бы, то есть этот рынок существует, поэтому надо принять как данность, что Zero Day есть, и они будут происходить. И более того, не знаю, там, кто из вас сталкивался, но вот в Линкетине, например, я получаю иногда такого рода сообщения, где представители некой, ну, в данном случае, китайские компании прямо предлагают, не хотели бы вы поделиться с нами информацией о Zero Day, мы вам готовы хорошо заплатить. То есть это такой рынок, который активно развивается, с ним мы ничего поделать не можем, поэтому надо смотреть чуть дальше в сторону того, как с этим бороться. К счастью, надо признать, что Zero Day реально по сравнению с общим количеством атак, которые происходят, их не так много. То есть если вы посмотреть на вот эту пирамиду, это такая условная пирамида, понятно, что эти цифры тоже условны, это скорее некое соотношение. У нас максимальное количество атак реализуется с некими достаточно банальными вещами. Соответственно, отлавливаются они с помощью типовых сигнатур и даже на антивирусе, и на IDS-ах, и на обычных файрволлах, например, если мы будем блокировать взаимодействие с какими-то командными серверами. 9%, десятая часть, это сложное, еще не целевое, а сложное, вредоносное ПО, для борьбы с которым нужны более навороченные технологии. Ну и остается 1%, который как раз в первую очередь и является потребителем Zero Day, то есть Zero Day уязвимостей, и на базе него реализуются различные Zero Day атаки. Если мы посмотрим на различные исследования в этой части, то надо обратить внимание на ряд интересных фактов. Они лишний раз нам подсказывают, что зачастую то портфолио средств защиты, которые мы применяем у себя, но оно не сильно помогает нам бороться именно с какими-то такими целевыми атаками, коих в последнее время становится все больше и больше. То есть если посмотреть на исследования, которые сравнивают обычные атаки и целевые, то можно увидеть, что целевых атак становится больше, их число растет. Соответственно, обратите внимание, средняя длительность Zero Day атаки примерно 300 дней, то есть по сути своей в течение года внутри нашей сети кто-то орудует, и мы этого не знаем. То есть если там вспомнить какой-нибудь Реджен, который атаковал впервые, ну из известных случаев Бельгаком, то он там два года сидел, его никто не мог задетектировать, и только случайно во время обновления одного из серверов зафиксировали некую аномальную активность, и дальше уже раскручивали этот кейс. Два года вредонос сидел, его никто не мог задетектировать, именно потому что он базировался на Zero Day, на уязвимостях, которые не были никому известны, и соответственно, его ни одно средство защиты также не детектировало. Традиционное средство защиты. Там если мы посмотрим какой-нибудь Stuxnet, уже набивший Оскомину, примерно, он тоже сидел там более двух лет на иранских объектах. Если мы вспомним последние кейсы, вот то, что было с компанией Яндекс, у них также обнаружили Реджин, они заявили о том, что он у них как минимум несколько недель сидел. То есть ни месяцев, ни лет, но несколько недель, это тоже достаточно большой срок, что личный раз говорит о том, что антивирусы, я предполагаю, что во всех этих компаниях антивирусы были, но в общем не сильно справляются с такого рода целевыми атаками, и другие средства защиты тоже не сильно справляются с этими атаками. Дальше. Какие еще есть интересные вещи? Обратите внимание, как бы у нас после того, как опубликовывается информация об уязвимости, идет достаточно большой рост атак с их использованием. То есть если до этого это было уделом только тех, кто либо нашел, либо купил информацию в Zero Day, это очень узкий круг лиц или группировок, то после этого число атак возрастает на порядке. На самом деле там на 5 порядков число атак с использованием этих уже не Zero Day, но для многих компания не остается Zero Day, потому что они о них ничего не знают. Ну и вредоносцы тоже начинают активно их использовать после публикования факта о наличии уязвимости в том или ином приложении. Соответственно, банальный вопрос, надо ли ставить антивирус или нет, ну, наверное, надо, хотя бы оставшиеся 90 процентов, то он должен будет ловить. Хотя, как показывает практика, многие антивирусы подошли к своему некому порогу возможностей. У нас был кейс очень интересный, в одном из банков нам прислали вредоноса и сказали, вот антивирус известный, антивирус не ловит его. Хотя есть подозрение, что это нечто старое. Да, действительно, это оказался обычный ZEVS более там двух лет давности, но антивирус его не ловил по банальной причине. Производитель его исключил из антивирусной базы, потому что он посчитал, что это устаревший сэмпл и вредонос, скорее всего, больше не появится никогда. Вот, то есть, ну, и это тоже понятно, поскольку вот эту всю базу антивируса надо хранить на компьютере, особенно если это какое-то мобильное устройство, то всю там базу, например, Касперский говорит, что у него больше миллиарда сэмплов. Понятно, что больше миллиарда сэмплов хранить на компьютере невозможно. Что-то включается, что-то отключается, ну и, соответственно, злоумышленники это достаточно легко выявляют и затем используют в своих действиях. Вот это статистика компании группы IB, которая, как бы, говорит о том, что в рамках тех инцидентов, которые расследовали специалисты группы IB на компьютерах компаний, которые пострадали от действий Zero Dave, установлены были антивирусы, именитые достаточно, только 14% компаний антивируса не имели. В остальных случаях, обратите внимание, все известные игроки. То есть, как бы, антивирус это такая вещь, она создает ложное чувство защищенности, и если антивирус больше ничем не подкреплен, то у нас начинаются, собственно, основные проблемы. Поэтому дальше мы будем говорить о том, чем надо подкреплять антивирус, какими еще технологиями. Ну и, конечно же, надо помнить о том, что злоумышленники, они, собственно, копируют все лучшие практики, которые существуют и в обычном мире. То есть, как мы, например, выбираем антивирус, как и любое другое средство защиты. Мы вначале смотрим функционал, потом его пилотируем, там, тестируем, запускаем против него какие-то атаки, ловит, не ловит, ну и дальше сравним, у кого показатели лучше. Злоумышленники делают ровно то же самое. Существуют специальные сервисы, и это там не банальный VirusTotal, а другие сервисы, которые находятся в тени, которые, собственно, предлагают либо там абонентскую плату, либо разово оплачивается услуга проверять вредоносное творение, детектируют ли его различные средства защиты. Если детектируют, значит, разработчик идет дописывать его, потому что он сделал плохой вирус или там плохой вредонос. Если не детектируется, да, значит, можно выпускать в продакшн, там, продавать, либо использовать в какой-то, там, в каком-то эксплойте, в какой-то атаке и так далее. И, соответственно, возникает вопрос, если злоумышленники знают прекрасно, что их творение не детектируется ничем на момент, собственно, его разработки, на момент его выпуска в Дикий мир, то какой смысл тогда от этих средств защиты? Опять же, это там деньги, которые тратятся впустую. По сути своей впустую, их можно было бы потратить на что-то более интересное. Соответственно, что еще надо сказать про там современные Zero Day? Вот сейчас там в одном из телеграммных чатиков идет дискуссия на тему, а вот мы заблокируем почту, мы заблокируем интернет, скачивание файлов из интернета и заблокируем USB. И все, наступит нам счастье, вредонос, в принципе, к нам попасть не сможет. Неважно, там, использует он Zero Day, либо не использует. Достаточно просто вспомнить несколько последних примеров, чтобы увидеть, что злоумышленники достаточно творчески подходят к вопросу. И существует куча способов для того, чтобы проникнуть в сетку совершенно по-разному. Вот это один из кейсов, когда злоумышленники украденной информации о кредитных картах скрывали даже не внутри DNS запросов и ответов, которые уходили наружу. И с этим еще может как-то справиться более-менее продвинутый Next Generation Firewall, у которого есть функция DNS-инспекции. Здесь, собственно, краденная информация скрывалась в названии домена третьего или четвертого уровня. Длина этого домена была 231 символ, и, собственно, вот эта строка, она была зашифрована. Соответственно, когда она приходила на соответствующий вредоносный DNS-сервер, он ее расшифровывал и дальше, собственно, накапливал объем информации, который отдавал владельцам этой вредоносной инфраструктуры. Может ли система защиты с этим бороться, та, которая у вас используется? Там большой знак вопроса. Идем дальше. Как бы взлом через Wi-Fi. То же самое. Как бы это вот пример нашей сетки, внутренней цисковской. Обратите внимание, там регулярно кто-то стучится. Никакие фарволы здесь, в принципе, не помогают. И если там в Wi-Fi существует какая-то уязвимость, а мы регулярно видим, что зломышленники сейчас активно переориентировались с прикладного уровня опять на сетевой уровень, они ищут уязвимости в сетевом оборудовании. Создают из него батнеты, либо, используя уязвимости в нем, проникают внутрь корпоративных сетей. Соответственно, если есть незащищенный Wi-Fi, зломышленник проник через уязвимый Wi-Fi внутрь сети, его никакой фарвол не видит. Также через этот Wi-Fi он выходит обратно и, соответственно, никак не контролируется. Другой пример. Закладки в оборудовании. Мне про это рассказывать, когда это произошло, было не очень приятно. Сейчас это уже история минувших дней. Но сам факт того, что ряд компаний столкнулись с тем, что у них закончился контракт на поддержку, и они по каким-то причинам не стали его продлевать. А обновлять софт надо. Они брали с каких-то варезных сайтов прошивки сетевой операционной системы, устанавливали на сетевое оборудование. Оказалось, что в этих прошивках существует, был заложен уже вредоносная составляющая, которая перехватывала весь трафик, давала его наружу зломышленникам на их адреса. И у нас были такие кейсы и в России. Как оказалось, 44-й федеральный закон, кто знает, кто работает с госорганами, это закон, который определяет, что ключевым фактором при покупке того или иного продукта, либо сервиса является цена. То есть когда тентер обоявляется, или аукцион, или конкурс, там много разных факторов, но ключевой является цена. Поэтому кто даст за свое решение меньше, тот, как правило, и проходит, становится победителем. И было два кейса, когда злоумышленники зашли в такого рода тендера, упали ниже плинтуса и торговали в минус, то есть даже меньше, чем они получали от вендора. И, собственно, смогли выиграть такого рода конкурсы и поставляли оборудование, начиненное соответствующими закладками. То есть недокументированными возможностями. И никто, собственно, не задумывался о том, что вот такого рода поставщик, который официально подавался на конкурсные процедуры, его там проверяли и так далее, оказался поставщиком вредоносного железа. И это тоже проблема, которая сегодня становится все более острой. Потому что, опять же, уязвимости есть, и через них злоумышленники начинают использовать сетевую инфраструктуру как инструмент для кражи информации, либо ее модификации. Еще один пример — это портал Equifax, веб-портал Equifax. Два года назад одно из крупнейших бюро кредитных историй в мире было взломано за счет наличия уязвимости на веб-портале и доверительных отношений между веб-порталом и внутренними базами данных. Ну и это привело к утечке данных 146 миллионов граждан Канады, США, Великобритании и даже России. Потому что Equifax работает и у нас в том числе. Вот еще один пример — это взлом компании British Airways. До сих пор расследование не доведено до конца. Злоумышленники смогли подменить скрипт, который собирал номера кредитных карт покупателей авиабилетов. За меньше чем две недели пострадало более полумиллиона клиентов. И вот здесь существуют две версии. Первая версия, что взломали поставщика данного скрипта, это был чужой скрипт, который просто подгружался с внешнего сервиса и размещался на сайте British Airways. То есть взломали не сам British Airways, не сайт British Airways, а поставщика. И он, соответственно, этот скрипт, помимо выполнения своей основной задачи, передавал информацию о кредитных картах наружу злоумышленникам группировки MageCard. А вторая версия, которая существует по этому кейсу, то, что взломали не поставщика скрипта, а один из CDN-ов. CDN — это, собственно, кэширующий сервер, который размещается в каком-то регионе для того, чтобы снизить нагрузку на каналы связи и предоставить более быстрый доступ к тому или иному ресурсу. То есть это делают по договоренности с операторами связи, и поэтому в данном случае могли взломать не основной сайт British Airways, а его копию, его кэширующую копию в регионе, который обслуживал Европу. Потому что в основном пострадали жители Европы, а не других регионов. То есть это говорит в пользу версии, что это был взлом именно CDN. И это тоже как бы один из примеров, когда традиционные подходы с точки зрения безопасности нам ничего не дают. Еще один пример. Взлом не самой жертвы, а компании, которая ее обслуживает. Так называемая атака Waterhole или водопой. Про нее известно достаточно давно, но в последнее время число кейсов с этой атакой стало достаточно велико. Причем также используется Zero Day, с помощью которых злоумышленник взламывает, например, сервер компании, распространяющей программное обеспечение. Это программное обеспечение вносится в вредоносный функционал, и пользователи, доверяя этому сайту, к себе скачивают обновление софта, уже содержащие в том числе и вредоносный функционал. Так взломали Asus недавно, так взломали компанию Avast, которая распространяла средства для дефрагментации C-Cleaner, так взламывали и ряд энергетических корпораций в США. Причем очень интересная история произошла с Asus. Кто следил за ней, то Касперский заявил об этом весной, о том, что начиная где-то с осени прошлого года на компьютерах, на которых был установлен антивирус Касперского, происходила некая вредоносная активность. Но причем обнаружили они это только этой весной, при том, что атака началась прошлой осени. То есть полгода на компьютерах, на которых стоял антивирус Касперского, не видели никакой вредоносной активности. То есть это еще раз говорит о том, что современные вредоносные программы научились замечательно обходить те одиночные, даже сами по себе неплохие, но все-таки одиночные средства защиты, которым мы доверяем. Соответственно, ну и последний пример, это свежий пример апреля этого года. Это опубликован он был в июне. Взломали лабораторию, одну из лабораторий НАСА за счет установки портативного компьютера Raspberry Pi, который, собственно, собирал информацию из сети и отдавал ее затем наружу через встроенный модуль передачи данных, который был в этом компьютере. Вот это не единственный пример, таких примеров может быть достаточно много. В конце прошлого года Касперский рассказывал про кейс, который они назвали «Дарквишня», когда ряд финансовых организаций столкнулись с тем, что у них в сети были замечены как раз вот такого рода аппаратные устройства, которые собирали информацию, ну и выполняли ряд других действий во внутренней банковской сети. Понятно, что там ни через какой периметр это не проходит, и, соответственно, отследить на периметре это невозможно. То есть это те примеры, которые сегодня существуют, и которые показывают, что взломать организацию можно, и способов существует очень много разных, и доверять только антивирусу, который стоит на инпойнте, или только NG Firewall, который стоит на периметре, сегодня невозможно. Еще один кейс был, там, опять же, в ряде финансовых организаций в России использовался портал дистанционного банковского обслуживания. То есть злоумышленник через этот портал заливал вредоносный файл вордовой с макросами, которые подгружали там соответствующий даунлоудер, который затем подгружал некий вредоносный функционал. Этот, собственно, документ отправлялся операционисту, ну там, в департамент, который занимался анализом, предоставленной клиентами информации на выдачу кредита. Собственно, на самом портале была функция отправки файлов. И там допускались PDF-ники, вордовые файлы и так далее. Ряд расширений, которые можно было отправить. Соответственно, вот когда такого рода файл отправляется злоумышленникам, он проходит через периметр, потому что, собственно, это зашифрованное соединение на прикладном уровне между браузером злоумышленника и сервером внутри банковской сети. Никакой фаервол, там, никакой какой-нибудь SSL-офлоудер этого не видит и детектировать не может. Он открывается на компьютере сотрудника банка, который открывает этот файл вордовой, ну и дальше как повезет. Там, если у него макросы, он запустит их, ну дальше мы понимаем, чем это заканчивается. И, соответственно, поскольку это была целевая атака, антивирус, который стоял на рабочем месте сотрудника банка, этот вредоносный не детектировал. Вот, то есть как бы идет вполне легальное использование тех каналов, которые существуют для взаимодействия с сотрудниками финансовой организации. В последнее время там появляются кейсы, когда вот такого рода файлы, содержащие вредоносную начинку, распространяются через мессенджеры. Viber, Telegram, которые предоставляются заказчикам для общения с сотрудниками банка. Такие продвинутые финансовые организации, которые используют не только почту, не только форму обратной связи на сайте, но и другие средства коммуникации. И отслеживать Telegram, отслеживать WhatsApp, отслеживать Viber, но достаточно проблематично с точки зрения традиционных средств защиты. И опять появляется канал проникновения в банковскую сеть, который практически никак не контролируется. Соответственно, перед нами встает вопрос, можем ли мы бороться с тем, чего мы не знаем. Мы же про Zero Day не знаем, про это в лучшем случае знает производитель уязвимого софта, и то не всегда. Казалось бы, мы бороться с этим не можем, но это действительно так, там 100% мы гарантировать защиту от Zero Day не можем, но мы можем попробовать построить систему мониторинга, которая контролирует различные события, происходящие в нашей системе, для того, чтобы мы могли увидеть, что плохого происходит, или что подозрительного, что аномального происходит на разных уровнях, и собрав это все вместе, сделать вывод о том, что да, мы попали под раздачу. Для этого, собственно, нам необходимо иметь представление о таком понятии, как kill chain, то есть любая атака не является одномоментной. Она начинается с некой подготовки, затем она реализуется, затем, собственно, затираются следы. И вот как было показано в статистике на первых слайдах, средняя длительность такого рода атаки 312 дней. Соответственно, чем раньше мы начнем фиксировать те или иные подозрительные действия, события, тем больше шансов, что мы раньше, как можно раньше зафиксируем саму зародую атаку, которая направлена на нас. Соответственно, начинается все с TI, с Red Intelligence. И с Red Intelligence понятно, что это не только фиды, не только индикаторы компрометации, потому что IOKI — это, по сути, те же сигнатуры. Ничего не поменялось. То есть как бы суть осталась та же самая. Кто-то где-то с этим столкнулся, написал сигнатуру на JAR, на Open IOKI, на разных вариантах, на SIGMI, и нам отдал. И мы это подгрузили. Разница в том, что сигнатура антивируса поступает к нам только от одного вендора, и мы не можем, например, в антивирус Касперского, или в Доктор Вепп, или еще куда-то засунуть свои сигнатуры. А IOKI я могу подгружать в разные средства защиты. То есть я могу как бы использовать несколько десятков или сотен источников IOKI, чтобы, собственно, анализировать, встретилось у меня это, либо не встретилось. Но понятно, что нормальный с Red Intelligence — это не только IOKI, это еще и анализ, в том числе, там, Darknet. Понятно, что на это сегодня готовы далеко не все финансовые организации. Там вот мне знакомо только три крупных банка, у которых есть свое отдельное подразделение, которое занимается мониторингом Darknet. Я допускаю, что их больше, но сама по себе эта задача нетривиальная. Потому что надо иметь там определенные заходы, надо, чтобы вас рекомендовали на те или иные закрытые площадки, чтобы вы там сидели и могли отслеживать то, что происходит. Поэтому там очень часто мы пользуемся этим не самостоятельно, а покупаем готовый сервис от компании, которая занимается мониторингом Darknet. И может нам сказать, что «А вот некая наметилась активность против вашей организации». И, соответственно, это там некий триггер о том, чтобы нам включить там большее количество механизмов мониторинга, контроля, перевести там службу ИБ, службу ИТ на режим там боевого дежурства. Ну, как пример. Но надо сразу сказать, что TI – это все-таки пока некая нарождающаяся тема. И даже если мы возьмем, казалось бы, банальную вещь с ИОКами, здесь тоже есть огромное количество проблем. Вот, например, здесь вы видите статистику от двух российских поставщиков TI, которые работают в одной сфере, которые мониторят одну область и которые в один и тот же момент времени предоставляли в одну организацию свой набор фидов с индикаторами компрометации. Обратите внимание, одна компания предоставила 6 тысяч адресов, другая – 300 тысяч адресов. То есть, как бы, отличие на два порядка. Но дело не в том, что это отличие еще на два порядка, у них пересечение всего 32 адреса между собой. То есть, как бы, это говорит о том, что один, даже один, даже самый навороченный, самый известный, там, самый разрекламированный источник TI вам проблему не решит. Вам надо использовать их несколько, там, например, у нас внутри ЦИСКа 4 тысячи источников TI, которые мы используем для защиты внутренней инфраструктуры. 4 тысячи. Там и куча мусора приходит, но, по крайней мере, за счет перекрытия мы можем быть уверены, что мы не пропускаем совсем уже там редкие иоки, которые могут быть кем-то обнаружены. Поэтому TI, с одной стороны, с него надо начинать, и сегодня для эффективной борьбы, в том числе с Zero Day, без TI не обойтись. С другой стороны, надо понимать и все подводные камни, которые связаны с покупкой либо внедрением TI-процессов у себя в организации. Дальше. Когда мы заговариваем о том, как нам выстроить архитектуру по защите от Zero Day, из каких элементов она должна состоять. Ну, вот здесь я попробовал блоками отрисовать эти элементы. Что мы здесь видим? Ну, на периметре, да, у нас стоит Firewall, у нас стоит IPS, у нас стоит отдельный мониторинг DNS. Это решение класса, там, Secure Internet Gateway, как их называет Gartner, которые занимаются инспекцией DNS-трафика и, соответственно, могут мониторить взаимодействие с командными серверами, распространение вредоносов и так далее, и так далее. Потому что сегодня по статистике 93% всех вредоносов используют DNS для скрытия своей деятельности, а также для подгрузки обновлений, новых модулей, требования выкупа и так далее. То есть это идет именно через DNS. Поэтому если Firewall у вас не мониторит DNS, то вам надо использовать внешние сервисы, которые это делают. Дальше. E-mail, веб – вещь полезная, но бестолковая, если у вас нет интегрированной с ними песочницы. Потому что, опять же, вредоносы зачастую пишутся под конкретную организацию, и там встроенный какой-нибудь антивирус, или даже два-три движка, встроенные в e-mail шлюз или в веб-прокси, они, к сожалению, не видят вредоноса, который проходит. И они, может быть, его увидят спустя неделю или спустя даже день, но за это время он успел попасть внутрь сети. Поэтому в обязательном порядке должна использоваться песочница, на которую мы отправляем все вложения для дополнительного анализа. Это, конечно, тоже не панацея, но позволяет как бы снизить процент пропуска вредоносных оттачей или загружаемых файлов через те или иные решения, там, прокси или веб-секьюрити. Дальше. На оконечном устройстве какие у нас решения? Ну, во-первых, это EDR, Endpoint Detection and Response, термин, который придумал Гартнер. На самом деле у компании IDC, у компании Forrester немного другая терминология, но EDR, наверное, наиболее привычная всем, наиболее известная. Суть заключается в том, что это решение анализирует процессы, происходящие на узле. Если антивирус анализирует файлы по сигнатурам, которые приходят от вендора, то EDR построен по другому изначально принципу. И даже когда вам антивирусный вендор говорит, а вот у меня эвристические механизмы, и они позволяют детектировать неизвестные вирусы, кто-то даже хвалится тем, что они прошли тесты на стопроцентное обнаружение неизвестных вирусов. Но если бы это так было, то, наверное, их не надо было бы обновлять. Но они все обновляются, периодичность, там, раз час, кто-то реже, кто-то чаще, неважно. Вот, к сожалению, большинство современных антивирусов с эвристикой вообще по умолчанию отключены, потому что она сильно съедает ресурсы компьютера. Там процессор загружают, память загружают и так далее. Компьютер начинает тормозить. Поэтому вот кто следил, например, за кейсом с Вонокраем, он очень старый, но он показательный. Многие антивирусные вендора на следующий день после того, как начался Вонокрай, выпустили рекомендации, что для того, чтобы с этим Вонокраем бороться, надо включить вот такие-то галочки в настройках антивируса, включить эвристическую защиту. На вопрос, а почему она не была включена по умолчанию, они как бы отвечали все по-разному, но суть сводилась к тому, что, ну, тормозит компьютер с постоянно включенной эвристикой. Вот, поэтому на это тоже стоит обращать внимание. Антивирус сегодня, к сожалению, не дает эффективной защиты, и DR в этом плане гораздо лучше. Тем более, что здесь появляются в том числе и российские решения в этой сфере, которые позволяют мониторить происходящее на узле. Дальше технологии UBA. User Entity Behavior Analytics – тоже такая хайповая тема. Кто-то рассматривает это как отдельный продукт, типа экзобима какого-нибудь или секуроникса, а кто-то рассматривает это как надстройка над существующим продуктом. Над CM, над DLP, над решениями класса и АГ и так далее для контроля привилегированного пользователя. Суть не важна. То есть мы, главное, контролируем поведение. И любые отклонения от некого эталонного поведения, соответственно, являются триггером для того, чтобы начать проводить некое расследование. Понятно, что это тоже не панацея, но это некий инструмент, который позволяет более эффективно защищать. Ну и, наконец, анализ трафика технологии NTA, Network Traffic Analytics, или как их раньше называли NBAT, Network Behavior Analysis and Detection, то эти решения, соответственно, анализируют сетевой трафик, но анализируют его не на уровне сигнатур, как делают IDS, а на уровне flow, там нет flow, sflow, jflow, ipfx, неважно, и выявляют аномалии внутри сетевого трафика. Эти аномалии могут быть как… Причина этих аномалий как проблемы в сетке, там какие-нибудь браткастовые шторма, или куча народу утром пошло зарегистрироваться на домене, и там, соответственно, всплеск будет сразу регистрация на домене, доступ к домену. Либо это могут быть признаки распространения вредоносного кода, или кражи информации, ну и так далее. Соответственно, вот эти технологии, если их собрать все вместе, они позволяют уменьшить процент того вредоносного кода, который проходит через эти все средства защиты. Существенно уменьшить этот процент. Соответственно, чуть больше деталей про эти решения. Ну, про средства инспекции DNS я сказал. DNS у вас есть всегда. На банкоматах, на маршрутизаторах, на рабочих станциях, на мобильных устройствах руководства. То есть DNS есть всегда. Средства защиты может не быть, а DNS есть. Потому что без DNS устройство не выйдет в интернет. Соответственно, если мы мониторим DNS, то мы тем самым повышаем существенно защиту инфраструктуры. Даже на тех устройствах, на которых по разным причинам нельзя поставить даже антивирус. Например, на какие-то сервера я не могу поставить антивирус, потому что антивирус их будет тормозить. Либо на какой-нибудь планшет предправления я не могу поставить антивирус, потому что у него планшет под управлением iOS от Apple, а на iOS антивирусов не существует. Ну, только один существует. А те антивирусы, которые вы привыкли у себя ставить, он не работает на iOS. Соответственно, остается единственный инструмент мониторинга – это DNS. Ну, либо пытаться те же самые мобильные устройства заворачивать на периметр и там проверять весь сетевой трафик, что бывает очень неудобно, особенно если мы говорим о каком-то топ-менеджменте, который не любит дополнительных проверок своих устройств, а именно через них очень часто начинаются заражения внутри банковской сети или там сети финансовой организации. Дальше. Мониторинг внутренней сети. Ну, существует три основных подхода. Первый – это, собственно, обычная система обнаружения вторжений, либо в терминологии ФСБ система обнаружения атак. Вариант номер два – это анализ логов сетевых устройств. И вариант номер три – это анализ потоков. Соответственно, первые два варианта, они должны быть, но они, как правило, ставятся на периметре, используются на периметре, потому что поставить сенсоры IDS на внутренней инфраструктуре бывает достаточно проблематично. Особенно если сеть хорошо коммутируема, либо активно использует виртуализацию, контейнеры, там классический IDS работает очень плохо. Либо спан-порты заняты, либо они не справляются с тем потоком, которым мы направляем, например, серверных шнурков на один спан-порт, и мне приходится выбирать, что я буду отдавать, и, соответственно, что-то я буду пропускать. Поэтому, как правило, IDS ставятся на границах. Граница цода, граница процессинга, граница периметра – неважно. То есть IDS нам нужны. А вот, соответственно, средства анализа потоков, они нам нужны для того, чтобы мы могли анализировать данные, которые мы собираем с существующей сетевой инфраструктуры. То есть у вас есть коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа, причем неважно чьи. Сегодня практически любой вендор поддерживает протоколы флоу. Даже отечественные производители, типа там Рустили Теха, Натекс, Зелакс и так далее, поддерживают флоу протоколы. На своем оборудовании. То есть вы можете собирать с него флоу или пропускать через специализированные, как решение, класса NTA. В этом случае они вам дают возможность как раз видеть те или иные аномалии на уровне сетевого трафика. То есть та инфраструктура, которая у вас используется для передачи трафика из точки А в точку Б, еще и решает функцию защиты, мониторинга именно внутренних сетевых различных коммуникаций. То есть это такая защита инвестиций и возможность не делать вторую наложенную систему защиты именно внутренней сети. То есть вы собираете флоу, там это может быть нет флоу, или IPFIX, или S-флоу. И дальше специальное средство NTA как раз накладывает на этот флоу алгоритмы и выявляет те или иные аномалии. Те или иные проблемы, те или иные угрозы. Соответственно, когда вы будете выбирать это решение, обратите внимание, что сетевое оборудование зачастую поддерживает не сэмплированную телеметрию или сэмплированную телеметрию. Вот если телеметрия сэмплированная, то это значит, что вы увидите меньше возможных угроз. То есть сэмплированная телеметрия это как читать книжку каждую сотую страницу и делать представление о том, что в книжке написано по каждой сотой странице. В зависимости от того, какие скорости передаются, вот этот уровень сэмплирования может достигать одной двухтысячной. То есть не каждый пакет будет анализироваться, не каждая сессия, а каждый двухтысячный пакет или двухтысячная сессия. Соответственно, различные атомарные атаки или сложные атаки, но не подающие, в сэмпл, который отдается на анализатор, они будут пропущены. Поэтому с точки зрения безопасности лучше, конечно, использовать несэмплированную. Телеметрию вы увидите гораздо больше. Ну и вот примерно то, что можно увидеть, какие вещи только за счет анализа телеметрии. То есть у вас нет никаких агентов на узлах, но за счет анализа сетевого трафика и приложения к нему соответствующих алгоритмов, там статистический анализ, машинное обучение и так далее, вы увидите и различные банковские троянцы, и кликфрод, и майнеры криптовалюты, и кражи информации, эксплойт киты и так далее, и так далее. То есть различные варианты. Это очень интересная технология, которая как раз вам позволяет без агентов мониторить то, что происходит внутри сети. Тем более, что сама сеть у вас есть, и она генерит нужные вам данные, вам надо просто их использовать, чтобы выявлять те или иные аномалии. Вот могу сказать, у нас внутри цисковской инфраструктуры, раньше мы использовали в основном IDS для обнаружения атак, сегодня у нас на IDS приходится только 20%, еще 20% на технологии UBA, то есть анализ поведения, 20% на Flow, NetFlow в нашем случае, и 40% на Threat Intelligence. То есть вот эти как бы источники данных для обнаружения инцидентов внутри нашей инфраструктуры. И у нас вот это позволяет как бы детектировать, ну, мне так кажется, ну, до 100% всего того, что у нас есть. То есть, по крайней мере, никаких известных кейсов про то, что у нас нашли внутри инфраструктуры, какую-то целевую угрозу, какую-то зароды, мне неизвестно. Вот, то есть как бы комбинация технологий в данном случае помогает нам решать задачи. Дальше, ИДР. Как я уже сказал, ИДР, в отличие от антивируса, использует много разных движков, в зависимости от вендора. То есть у разных вендоров есть разный фокус, но здесь ключевой момент, что это не один движок. Антивирус тоже присутствует, но наряду с другими движками. А в основном это различный анализ индикаторов компрометации, интеграция с песочницей, как бы аналитика, машинное обучение, статический анализ, анализ бестелесных вредоносных программ и так далее. То есть как бы, если один движок пропустил, другой пропустил, третий, то из 12 движков, ну хоть кто-то один, но что-то аномальное заметят. Но, к сожалению, надо признать, что у решения класса ИДР есть очень большой недостаток. Для работы с ними нужны квалифицированные люди. Антивирус мы ставим по принципу поставил и забыл. Включили обновление, он обновляется, что-то там ищут, ничего не находят, но мы считаем, что мы защищены. С ИДРом надо работать. Его надо правильно настраивать, правильно проводить расследования, выявлять аномалии, расследовать аномалии и так далее. То есть здесь, к сожалению, нужны квалифицированные люди, как, собственно, и в решениях класса NTA. А без людей мы опять скатываемся в схеме фаервол плюс антивирус из РОДА нас накрывают постоянно. Что еще? Ну, про ИДР я сказал. Идем дальше. UEBA. Про UEBA вкратце я упомянул, но еще раз уточню, что идея UEBA заключается в том, что мы анализируем активность, связанную с пользователями. Все, что он делает. и UEBA может быть реализован как на уровне, собственно, отдельных продуктов, которые расширяются UEBA функциональностью. Может быть, DLP или CM, или решения по контролю привилегированных пользователей и так далее, либо это продукт отдельный. Но в последнее время этот рынок потихонечку схлопывается, как отдельных продуктов, и многие вендора просто оснащают свое решение UEBA функциональностью. Но и в случае с UEBA, как и DR, и NT, вам нужны люди, которые знают, как, собственно, описать поведение пользователя, как сделать некий бейзлайн по этому пользователю, то есть его эталонный профиль. И затем, собственно, как проводить расследование, отклонение от этого профиля. Может быть, человек в месяц отдыхал, вернулся, и у него, соответственно, профиль отклонился. Может быть, он вчера день рождения отмечал, и у него на утро тоже отклонился профиль. То есть вот такого рода вещи требуют расследования, а это требует соответствующего квалифицированного персонала. По крайней мере, на текущий момент времени. Может быть, в будущем появятся там целиком готовые роботы, о которых Хруст любит рассказывать, что роботы всех безопасников уволят и заменят. Но пока квалифицированный персонал для решения данных задач нам все равно нужен. Ну и, конечно же, нам необходимо это все интегрировать. То есть без интеграции всех этих компонентов у нас Zero Day начнут проходить внутрь сети, обходя по отдельности каждую, пусть и неплохую, но все-таки самостоятельную технологию. То есть нам необходимо эффективно эти технологии как бы интегрировать, чтобы они обменивались данными. Еще один инструмент, который является очень простым, но с другой стороны очень важным, это сегментация. Причем сегментация не на уровне аксесс-листов на коммутаторах или точках доступа или рутерах, а динамическая микросегментация, когда у вас сегментом может быть один компьютер. Вот он, один компьютер в одном сегменте. И эти сегменты меняются регулярно в зависимости от контекста, так называемого. Например, у нас внутри нашей инфраструктуры цисковской политика сетевого доступа реализуется на базе вот этой информации. Не просто там порт секьюрити и по мак-адресам мы контролируем, кто куда подключается, а именно контекстная политика. И прежде чем узел или пользователь выйдет за пределы сетевого устройства, его проверят по максимуму и только после этого пустят куда-то. Поэтому, например, в какой-нибудь голосовой Вилан, если я вытерну телефон из коммутатора и подключу ноутбук, это не работает. То есть это не сработает, потому что коммутатор увидит, что это не IP-телефон подключился, а ноутбук. И, соответственно, заблокирует его доступ соответствующим сигнализациям. Поэтому все атаки с Raspberry или с другими сетевыми устройствами, подключенными к банковской сети, они будут отсечены самой сетевой инфраструктурой, которая вот таким вот образом эффективно сегментирует себя. Ну и опять же, важно интегрировать мониторинг сетевой инфраструктуры с разграничением доступа на уровне сетевой инфраструктуры. Идем дальше. Подходим уже к завершению. Еще одна проблема, то, что современные организации, к сожалению, сегодня не могут запретить все и всем. Может быть, и безопасники и хотели это сделать, но бизнес требует иного. Бизнес хочет подключаться откуда угодно, куда угодно, с помощью чего угодно. Кошмар безопасненько, когда сотрудник с личного устройства из дома подключается к облаку, в котором хранятся все данные финансовой организации. Периметр вообще не задействуется. И как такого рода вещи мониторить? Вот здесь появляется так называемая концепция, ее разные вендора по-разному называют, кто-то называет Zero Trust, кто-то называет Trust at Access, кто-то называет Beyond Corp и так далее. Суть заключается в том, что мы, к сожалению, уже вышли из того времени, когда мы могли либо описать все плохое и описать все хорошее, и это закрывало 100% всего поведения. Сегодня все хорошее и все плохое это по 10% с каждой стороны. 80% это серая зона, которая, собственно, и требует внимания с точки зрения безопасности. Поэтому, собственно, возникают различные подходы. Например, опять же, вот у нас внутри инфраструктуры внутри компании существует концепция доверенного доступа, доверенного предприятия, которое состоит из четырех элементов. Это доверенная идентичность, многофакторная аутентификация и так далее. Дальше доверенная инфраструктура, доверенный доступ и доверенные сервисы. Соответственно, для каждого из этих элементов есть некие внутренние корпоративные стандарты. Например, требования по рабочим местам. у нас сотрудники могут приносить свои личные устройства на работу, но какое бы это личное устройство не было, оно должно соответствовать определенным требованиям. То есть на нем должно быть MDM-клиент, сертификаты залиты и так далее. Только в этом случае это устройство пускается в корпоративную сеть. Мы тем самым уменьшаем площадь возможной атаки. У меня устройство всегда обновлено, всегда актуальная база защиты, у меня всегда длина пароля проверяется, сертификаты, патчи и так далее. То есть у меня устройство не может быть уязвимым изначально, иначе оно просто не пустится внутрь корпоративной сети. Там даже сканер подключается для того, чтобы прежде чем пустить устройство в сеть, проверить лет ли на нем уязвимости. То же самое делается для серверов. Немного другая концепция, если обратите внимание, для конечных устройств нет замкнутой программной среды, или как говорят иностранцы application white listing, то есть белый список приложений, то на серверах он есть. На серверах нельзя запустить ничего, кроме того, что специально разрешено на данном сервере. Физически он или виртуальный, неважно. То же самое касается сетевых устройств. Тоже есть стандарт, который позволяет мне быть уверенным с определенной гарантией, что у меня устройство без какой-нибудь там zero-day уязвимость внутрь инфраструктуры. Ну и то же самое касается приложений. То есть есть специальные процедуры, есть анализ кода, есть сканирование в режиме blackbox, ну и так далее, которые собственно гарантируют, что те приложения, которые мы разработали, которые мы купили, они обеспечивают некий уровень защиты для нашей инфраструктуры. Вот и в итоге мы приходим к так называемому доверенному доступу, когда у меня не просто идет проверка например пользователя, что он имеет право доступ к корпоративным банковским ресурсам, и не только проверка устройства, что это устройство имеет право доступа к ресурсам, а у меня проверяется все в комплексе. Если какая-то из проверок не прошла, то соответственно доступ устройству и пользователю будет запрещен. Даже несмотря на то, что там может быть неважно, генеральный директор, если у него, например, компьютер непропатченный или уязвимый, либо на нем зафиксирована некая вредоносная активность, несмотря на то, что это высокопоставленный сотрудник, с его компьютера ему доступ будет запрещен, он будет перенаправлен в карантин, и там, соответственно, будет триггер в службе безопасности или в службу IT, для того, чтобы разбираться с этим компьютером. То есть тем самым я существенно снижаю площадь возможной атаки. Ну и в итоге мы должны прийти, ну это такая дальняя перспектива, концепции некой непрерывной верификации. Непрерывной верификации пользователя, устройства, приложения, то есть не через заданные интервалы времени и не при входе в сеть, а чтобы это делалось непрерывно. Только в этом случае мы можем быть с еще большей уверенностью гарантировать, что у нас нету внутри Zero Day Attack, внутри корпоративной сети, там банковской, неважно. Конечно, это не стопроцентная защита, но злоумысленникам становится гораздо сложнее. Это высший пилотаж, я не знаю компании, которые сейчас находятся на уровне именно непрерывной верификации, но такие попытки ведутся. У нас, например, сейчас внедряют проект по непрерывной аутентификации пользователя. То есть он сидит перед компьютером и, собственно, у него камера регулярно отслеживает, это я сижу перед компьютером или кто-то другой сел, когда я отошел кофе попить и так далее. Соответственно, как только не я, система блокируется, идет сигнал службы безопасности. Это вот непрерывная верификация. То же самое касается анализа сетевого трафика, доступа, приложения, которые я запускаю, непрерывно. В противном случае, вот в эти окна, когда у меня проверки нет, злоумышленник-то и залезет. И осуществить свою атаку будет оставаться очень долго незамеченным. Ну и последняя составляющая. А что делать, если нас атакуют спецслужбы? Ну, к сожалению, ничего сделать нельзя. Понятно, что у спецслужб ресурсов гораздо больше. Понятно, что есть возможности усложнить жизнь и спецслужбам. И здесь ключевой момент, вот я его специально выделил стрелкой, это изоляция. То есть когда у вас нет прямого подключения к интернету, когда у вас режим RGAP, когда у вас, собственно, разрешается только то, что вам известно. То есть у вас автоматически сокращается возможность установки каких-то приложений, подключения к каким-то узлам и так далее. То есть, по сути, своя там полная матрица, кто куда может ходить, что запускать и так далее. То есть это гораздо неудобнее работать с этим, но это существенно повышает защиту. Но я, правда, кроме ряда гусорганов не знаю, где бы эта схема вообще работала. Потому что работать в этом окружении в принципе невозможно. У вас одни ограничения. Хотя есть банки, которые даже пытаются это делать. Они, например, вместо тонких клиентов реализуют концепцию зеро клиентов, на которых вообще ничего нет. То есть они полностью переходят в своей сети на зеро клиенты, реализуют схему с изоляцией, с RGAP, проверка всех приложений, подпись всех приложений, которые устанавливаются. То есть пытаясь тем самым защитить себя от возможных зеро-дей атак. Это очень неудобно, но это хоть какая-то там более высокая уверенность в том, что мы защищены от такого рода проблем. Ну и в заключении, собственно, ключевой момент, некое такое резюме моей презентации. Во-первых, мы, занимаясь безопасностью, должны понять мотивацию тех людей, которые могут нас атаковать или наносить нам ущерб. Это могут быть инсайдеры, это могут быть внешние злоумышленники, там, киберпреступные группировки или даже спецслужбы, в зависимости от того, что у нас за финансовая организация. Мы должны, как бы, учитывать те техники, которые используют злоумышленники, то есть, опять же, регулярно обновлять свои знания, подписывавшись на различные ресурсы, там, изучая различные источники с Red Intelligence, в которых регулярно публикуется информация о том, что злоумышленники, вот такой метод стали использовать, такой метод и такой. Не полагаться на тех вендоров, которые вам поставляют средства защиты. Они все ограничены в возможностях. И они, конечно, никогда не отвечают за вашу безопасность. То есть, кто бы вам из вендоров не сказал, что мы делаем мир лучше, мы спасаем мир от угроз и так далее, любая коммерческая компания занимается зарабатыванием денег. Она делает, что может, и хочет получить за это максимум денег. У вас, соответственно, задача ровно та же самая, по большому счету. Вы похожи с любым вендором в области безопасности, но единственное, как заказчики, вы хотите получить максимум за минимум денег, а любой вендор в области безопасности хочет вам продать максимум и сделать за это минимум усилий. Вот. Это такой парадокс, которым надо просто принять и не полагаться на то, что вам предлагает вендор в области безопасности. Готовить свою экспертизу, иметь свои команды, которые занимаются редтимингом, пентестами, неважно, называть это можно по-разному, но суть в том, что не полагаться на то, что у вас самые лучшие средства защиты, которые находятся в правом верхнем магическом квадрате Гартнера. То есть, доверяй, но проверяй, этот принцип никто не отменял. Ну и, конечно же, сдвигать парадигму, вместо того, чтобы тратить 80% усилия на предотвращение, 10, 15 на обнаружение и 5 на реагирование, акцент должен быть на обнаружение и реагирование. Предотвратить все вы не можете. Поэтому ваша задача правильно мониторить, обнаруживать и потом реагировать. Обратите внимание, сейчас и регуляторы до этого дошли, и понимают, что какие бы меры защиты они вам не прописали в нормативке, сколько бы средств защиты они вас не заставили поставить, предотвратить все нельзя. Поэтому они говорят, реагируйте, уведомляйте об инцидентах. Если вы сами не можете, уведомляйте нас, мы вам поможем и так далее. Понятно, что это всякие отговорки, и надо понимать, что они решают свои задачи, далекие от ваших. Но сама идея, она остается неизменной. Предотвратить все вы не можете. У вас остается только надежда на то, что вы оперативно обнаружите любое отклонение от некого эталонного поведения на уровне сети, хоста, приложения и так далее. И сможете на это оперативно среагировать. Чем быстрее вы реагируете, тем меньше окно для этого 0D. Если в начале я говорил, что средняя длительность 0D атаки 300 дней, то есть почти год, ваша задача уменьшить это хотя бы на нескольких дней или недель. И это можно сделать только применяя комплекс решений, технологических, организационных, неважно. В противном случае вы останетесь один на один с злоумышленниками, они будут у вас годами сидеть в корпоративной сети, и вы ничего сделать, к сожалению, с этим не сможете. Вот, в принципе, все, что мне хотелось сказать. Если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить. Да. Расскажите, пожалуйста, как вы осуществляете микросегментацию в сети? То есть конкретное решение, какие-то можете назвать оборудованием? Ну, в моем случае мы используем свое оборудование и свои решения. Ну, это понятно. Конкретные серии, линейки, модели. Ну, оборудование, собственно, я вам модели не скажу. У нас внутри сетки используется весь спектр. От младшеньких до старшеньких CIS-ок. Система микросегментации – это CIS-к Айс, который, собственно, всем этим управляет. А SDN там как-то задействован? Да. Мы используем не слово SDN, мы используем слово ACI. Но суть от этого не меняется. Это программно-управляемая сеть. С помощью политик специальных. Алексей, скажите, у вас был слайд по поводу российских поставщиков TI, где там был большой разброс. Соответственно, мы можем предположить, что это за поставщики. Хотелось у вас спросить, как вы это объясняете. Почему такой разброс? И самое главное, почему такое малое количество совпадений? Вот я не могу это объяснить. Для меня это тоже был определенный сюрприз, когда я увидел эту статистику. Потому что здесь надо анализировать и перепроверять на других источниках, насколько тот или иной вендор приближается, и его данные совпадают с другими. Потому что кто-то специально наращивает базу своих фидов, чтобы показать значимость и активность. Кто-то просто не видит всего и отслеживает только небольшую часть. Потому что это еще зависит от того, сколько людей занимается мониторингом этого всего, какие ловушки там разбросаны по российскому сегменту интернета. То есть здесь причин может быть много. Вдаваться в подробности, наверное, большого смысла нет, потому что от этого не застрахован никто. У иностранцев ровно та же самая проблема. Есть примеры, когда TI-вендор одномоментно заявлял то, что он прекращает работу в один день и уходил с рынка. Были примеры, когда выявлялся, увольнившись, сотрудник TI-вендора заявлял о том, что вот мы специально помещали шум в фиды, которые мы рассылали, чтобы клиенты видели, что у нас много данных. То есть бизнес есть бизнес, каждый по-разному ведет. Поэтому и использовать надо не один источник TI, а несколько. Коммерческие, бесплатные, государственные, финсерт, госсобка и частные. Спасибо большое. Спасибо за доклад.